Допустим, первая экскурсия была про становление Соликамска, про солеварение. Фонд культурных инициатив «Созидание» и «Дом туризма Соль» провели для школьников уже четыре тематических экскурсии. «Мой Соликамск» к учебнику по внеурочной краеведческой деятельности «Люблю тебя, мой Соликамск». Эта возможность появилась благодаря поддержке фонда грантов губернатора Пермского края. Решили придумать экскурсии и в помощь учителям, и в помощь родителям, потому что многие учителя рассказывали о проблеме, что не все родители могут сдавать деньги на проведение каких-либо экскурсий по Соликамску в том числе. Мы, конечно, очень рады, что государство навстречу идет всем инициативным людям и организациям. Фонд грантов губернатора Пермского края создан в феврале 2021 года. Тогда рассчитывать на материальную поддержку смогли некоммерческие организации, чем и воспользовался Соликамский фонд «Созидание». В преддверии нового конкурса проектов губернатор Прикамья встретился с победителями прошлого года. Дмитрий Махонин отметил, что целью создания фонда является поддержка и развитие некоммерческого сектора. Каждая шестая некоммерческая организация Пермского края в прошлом году приняла участие в региональном конкурсе социальных проектов. Это самый высокий показатель активности некоммерческого сектора в Приволжском федеральном округе. Некоммерческий сектор следует рассматривать как полноценный сегмент экономики, который создает социальные блага и рабочие места. Особенность этого конкурса в том, что все-таки мы больше акцентируем внимание на социальные проекты, то есть это не бизнес-проекты, это не строительство площадок, футбольных полей и так далее. Это все-таки социально значимые проекты, направленные на улучшение жизни какой-либо целевой группы, целевой аудитории. В этом году получить грант могут и физические лица, сообщили на встрече с соликамцами представители ресурсного центра Пермского края. На проект можно будет получить не более 200 тысяч рублей. Очередной конкурс проектов заинтересовал и тренера-преподавателя секции по карате Оксану Лыткину. Надо развивать спорт, приобретать спортивный инвентарь, который сейчас дорогостоящий, улучшать спортивные залы. У нас около 200 человек детей занимается, начиная с 4-летнего возраста. И если со спортом возможно это реализовывать, то, конечно, мы будем писать и будем участвовать. Если у вас есть полезная задумка для сферы образования, культуры, спорта, специалисты фонда грантов готовы помочь. Как правильно оформить документы и узнать другие подробности о конкурсе грантов? Ответ на вашем экране. Обращайтесь на электронную почту, смотрите на сайте грантугубернатора59.рф. Либо звоните по телефону 8 342 270 11 33. Второй раз участвовать в конкурсе проектов собирается и Дом Туризма Соль. Его организаторы смогли получить грант 700 тысяч в 2021 году и привлекли к экскурсиям более 600 ребят. Новый проект также будет направлен на просвещение детей. Каждая экскурсия заканчивалась тем, что детям раздавали буклетики, а там в буклетиках исследовательские задания есть. И можно было поучаствовать в конкурсе исследовательских заданий. И вот следующую проблему, которую уже обозначили для себя, что на некоторых этапах работы над исследовательскими заданиями дети, видимо, испытывают затруднения. А значит, цель проекта – развитие исследовательских навыков у школьников. Для родителей это все будет бесплатно. Планы есть, осталось дождаться приема заявок и объявления результатов. Евгения Константинова, Михаил Морошкин, телекомпания Соль-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова